Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Я начинаю новый влог. Вот подготовка идет к мукбанку во всю. У нас дома был ананас. И если вы помните, давненько был подобный мукбанк. Я решила его повторить. Здесь у нас фруктики, и здесь у нас будет запекаться курочка с грибами. Получается безумно вкусно. Еще это все сыром заправляешь. Вообще, топчик. Обычно я пользуюсь средствами из этой корзины каждый день. Но сегодня я заглянула в свой шкафчик и обнаружила, что у меня есть такая классная палетка. Очень красивая, невероятно крутые здесь хайлайтеры. Но я почти ее никогда не пользовалась. Только пару раз делала свотчи. Поэтому сегодня хочу сделать макияж с одним из этих хайлайтеров. Они невероятно круто светятся. Особенно вот этот. Это просто пушка. Сегодня будем делать макияж. И тут, кстати, вы видите меня. И еще моя боль. Моя любимая палетка вчера разбилась. Точнее, я ее уронила. И здесь один рефил вот так вот разбился. И сегодня надо его переспрессовать. Потому что это просто боль. Мой любимый оттенок. Это такой нежный, бежевый, матовый цвет. И даже однушку хочу купить такого цвета, потому что настолько люблю этот цвет. Печалька убираем в сторонку. И сегодня переспрессуем все это дело. Макияж у меня уже готов. В последнее время использую более темный карандаш. И делаю им контур. Так губы получаются пухлее. Посмотрите, как красиво получилось. И помадка у меня NYX Soft Matte Lip Cream. Которую я миллион раз показывала. Осталось совсем чуть-чуть. Я даже ограничитель убрала. Уже кисточкой ковыряю. И вот такие классные губки получаются. Каждый раз, когда я им пользуюсь, постоянно у меня в комментариях девчонки спрашивают. Я вам, правда, миллион раз уже показывала. Показываю уже, наверное, не знаю, 15-20 раз. Я вам показываю эту помадку. Кстати, ее очень сложно найти. Но я знаю, где можно заказать в интернете ее. И решила все-таки в интернете заказать. Потому что в магазинах ее почти нигде нет. Я сегодня утром встала с огромным желанием снимать контент. И у меня в голове сразу мысль. Вроде сегодня ничего интересного не произойдет. Обычный, обыденный день. Там буду снимать мукбанг, рисовать бумажные сюрпризы. У меня бурчит живот. Урчит. Урчит живот. Потому что я очень хочу кушать. Пока это все разрезала. Пока отправила в духовку. Пока макияж. И сейчас надо что-то решить с прической. Я вот сегодня думаю, блин, что снимать? Думаю, вот что я делаю целый день, то и насниму. Получится длинный влог. Выложу длинный. Получится 8 минут. Ничего страшного. Пусть будет 8. Но какие-то кусочки из моей жизни. Клею вместе и выложу для вас. На самом деле мне на мукбангах хочется быть для вас разной. Я вот думаю, какую причесочку сделать. Может что-то такое. Но вам все равно этого видно не будет. Хочется сидеть аккуратно, красиво. И быть разной в разных видео. Вот сделаю я такую прическу. Вы ее все равно не увидите. Либо вот такую. Даже не знаю, что делать. Но это очень красиво смотрится. Смотрите, как красиво. В общем, думаю, какую прическу же сделать на видео. Ну что, прическа готова. Вот так вот у меня получилось. Мне кажется, очень красиво. Можно было, конечно, сделать и поаккуратнее. Но так тоже смотрится неплохо. Как вам пишите? Здесь у меня еще волосы есть. Делаю я, кстати, эти хвостики вот такими резиночками. Которые заказывала на Шейн. Огромный такой наборчик. Стоил пару долларов. И служит мне уже пару лет. В прошлом году или в позапрошлом заказывала. Здесь их настолько много. И снимать не надо. Я просто беру утюжком, прохожусь. И они просто расплавляются. Идеально. И здесь у меня, конечно, ужасный бардак. Вчера я делала коллекцию. Так и не это делала. У меня есть такая привычка. Я начинаю делать коллекцию. А потом на середине у меня появляется какая-то новая идея. И я начинаю делать другую коллекцию. А предыдущая осталась на середине. В общем, я здесь делала коллекцию вот такие бутылочки. Но я сделала с вот такой прозрачной штукой. Но это еще не конец. Пусть немножко по-другому все это дело будет. То дизайн мы еще будем клеить сверху. Здесь у нас пакетики-наклейки. В общем, в распаковке обязательно все увидите. Я тут очень-очень стараюсь. Почти все готово. Но сейчас я хочу немножко прибраться на столе. Хотя стол просто огромный. Все равно нету места. Потому что огромный бардак. Творческий беспорядок. Сейчас быстренько сделаю здесь уборочку. Все мои маркеры. Плюс-минус я могу говорить с некоторыми погрешностями. Мой канал я открыла год назад. Чуть больше года. И после этого я купила маркеры. Этот набор, в котором 300 маркеров. Набор, в котором 50. И эти все маркеры служили мне уже целый год. Иногда у меня появляется идея просто отсерзировать все. Купить себе еще один большой набор. И уже начать пользоваться новыми маркерами. Я их, конечно, время от времени заправляю. Но со временем они уже начинают рисовать светлее. То есть, насыщенные оттенки маркеров, они не остаются как прежде. То есть, пару раз ты их заправил. И уже они рисуют какими-то бледными цветами. Поэтому время от времени нужно покупать новые маркеры. И мне кажется, уже это время пришло. Как-нибудь надо сесть, отсортировать все маркеры. То, что уже рисует бледно, выбросить. И купить себе пару новых наборчиков. Ровно год назад, когда я все это дело покупала. Ну, чуть больше года назад. У меня в голове всегда была мысль. Вот я столько всего покупаю. Нахрена еще непонятно, канал вообще пойдет вперед. Будут там просмотры или нет. А сейчас, оборачиваясь назад, я прям реально себя хвалю. И говорю, какая же я все-таки молодец. Потому что за год этот канал набрал 300 тысяч подписчиков. И это свидетельствует лишь об одном. Если вы очень сильно чего-то хотите, стараетесь. То в конце обязательно у вас все получится. Главное в это верить. Заходи, мам. Да? Теляга 2. На чай мы решили заглянуть к брату. И заодно купить вкусненький тортик из Азы. За что-то мне сегодня очень хотелось тортика. И здесь стоит моя малышка, грустит. Я не помню последний раз, когда я на ней ездила. Никуда не выхожу. Постоянно сижу дома. И она тоже грустит. И думает, блин, Айка, когда же ты на мне покатаешься? Когда же настанет этот день? За тортиком, естественно, мы идем в Азо. Я очень люблю их тортики. Они все. Каждый по своему прекрасен. У нас с мамой дилемма. Тортик, который обожаю я. Который называется Марс. Не любит мамочка. А торт, который нравится ей, я его вообще терпеть не могу. Этот вот этот вот, который вокруг с печеньками. Вот-вот-вот этот. Там внутри эклеры. Полный крем. Супер сладкий торт. Поэтому он ей не нравится. И вот мы с мамой долго думали, что брать. Здесь я увидела десертики. Которые, кстати, можно во время мукпанка положить и попробовать. Что-то такое заснять интересное. Это уже, мне кажется, чисто профессиональное. Когда я захожу в любой магазин, я сразу думаю, блин, вот с этим можно мукпанк снять. А можно вот такой замутить. И в конце мы остановились на вот этом фруктовом тортике. Посмотрим, насколько он вкусный. А вообще здесь не только тортики, но еще и много другой выпечки и всего остального. Ну что, руки в ноги и погнали к брату. Слава богу, он живет в соседнем подъезде. Они здесь с моим племянником, кстати, играли в шахматы. И он, кстати, записался на секцию шахматы. И теперь уже всем ставит маты. Прикиньте. Я когда смотрела на игру, я поняла, что у меня вообще котелок уже не варит. Я уже даже не помню, как какие фигуры играют. Хотя нет, я все-таки утрирую. Я, конечно, знаю, какие фигуры как играют. Но в шахматах я особо не сильна. Аккуратно, горячее. Мы с тобой до двух машинок поедем. Куда? Хуй. На двух машинах? Ну да. Или ты поедешь 15-го? Я, наверное, чуть раньше, чем ты поеду. Да, все-таки 15-го поедешь, когда папа приедет? Не прямо 15-го. Он приедет. Пару дней мы, наверное, здесь в городе останемся. Мама же говорила, что сразу. Сразу? Я просто хотела, чтобы папа и в городе немножко там где-то посидели. В ресторан там туда-сюда. Потом уже для ипей. Семейный ужин прошел просто замечательно. И по большей части, естественно, за счет фирвана. Она приготовила очень много всего вкусного. Даже пп сладости. Прикиньте, без сахара было тоже очень вкусно. Но на фоне этого тортика, естественно, пп сладости были в тени. Но тоже было очень вкусно. И самое главное, полезно. Я, естественно, ела, как не в себя, тазиками. Но вы меня знаете, впрочем. И потом на десерт у нас был тортик. Тортик оказался безумно приторно сладкий. Хотя по внешнему виду его это не скажешь. Если вы не особо сладкоежка, то я вам не могу посоветовать этот тортик. Он выглядит таким, знаете, более-менее кисленьким. Но на самом деле очень-очень сладкий. Этого сиропа слишком много. Я даже не понимаю, зачем они добавляют так много сладкого. Неужели кто-то любит подобные тортики? Пишите. Я уже дома. Сейчас буду смывать макияж. И потом уже рисовать бумажные сюрпризы. Хочу дотелать коллекцию, чтобы завтра было уже новое видео. Стараюсь и туда, и сюда. Мы очень классно посидели. В воскресенье у моей племяшки будет выставка. Она очень круто, кстати, рисует картины. И, наверное, я ее отвезу. Если хотите, вам тоже влог подсниму. Посмотрим, что там интересного будет. Там две темы, на которые можно было рисовать картины. Это либо весна, либо какие-то патриотические. Она решила на тему весны там что-то нарисовала. И, в общем, будет выставка. Если вы хотите, я возьму вас с собой. Время сейчас 3 минуты 11. То есть, где-то до 12. Спокойно я могу порисовать. За 2 часа, я думаю, я успею доделаю эту коллекцию. И уже завтра выложу. Сегодня у меня прям столько энергии. Я прям не могу. Вот когда так бывает, на следующий день у меня сразу такая апатия. Но я для себя составила, кстати, график. Не знаю, насколько долго я буду его придерживаться. У меня в неделю один раз будет выходной. А все остальные дни я должна снимать контент. Вы знаете, должна, наверное, здесь не очень подходит. Потому что это скорее творческая какая-то работа. И поэтому у тебя должно быть вдохновение, настроение. Если я буду через силу, например, снимать для вас контент, вы это будете обязательно чувствовать. И вам тоже будет неприятно на меня смотреть, на человека, который заставляет себя делать для вас контент. Я сейчас смотрю, у меня тут такой бардак на заднем плане. На днях еще хочу убраться во всем доме. Разобрать свой шкаф. Убрать все зимние вещи. Избавиться от некоторых. Кстати, от одной куртки хочу избавиться. Если хотите, сейчас вам покажу ее. Да, покажу чуть позже. Это та куртка, которую мне прислал папа. Я ее, знаете, от силы раза четыре носила. Не то, что она мне не понравилась, папочка, огромное спасибо. Мне она понравилась. Но просто что-то не то. И вообще я не могу долго носить вещи. То есть мне очень быстро надоедает. И хочется чего-то новенького. Прохожусь сначала мицелляркой. Здесь совсем чуть-чуть осталось. Но это не все. Потом еще в два этапа смываю макияж. Особенно если это корейские тональные. Их надо вообще гидрофильным маслом или двухфаской снимать. Споры забиваются. Потом образуются прыщи. А прыщи это большая проблема. Поэтому нужно аккуратно все это убирать. Я вам говорила про вот эту вот куртку. Вы наверняка ее помните. Еще с прошлого года. В этом году ни разу не носила. Давайте примерим. Она такая достаточно коротенькая. Я раньше думала, что она очень такая объемная. И из-за этого мне она не нравилась. Но сейчас моя куртка от Zara. Она еще хуже. То есть тоже объемная. Она такая коротенькая. В принципе неплохо. Но мне надоело. Мне хочется чего-то нового. Уже в следующем году что-то новое прикуплю. Поэтому от этого извиняюсь. Очень. Sorry. А я пошла дальше смывать макияж. Приводить себя в порядок. И уже заниматься своими делами. Вам огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте подписываться. Ставить лайки. Всех люблю. С вами была Айка. Пока. Я вам бублика не показала. Бублик мамень. Мамень сынок. Сыночек. Я кстати заметила. У брата дома кошки вообще не линяют. Особенно их рыжий котик. А наш это прям ужас какой-то. Можно подушку делать. Хотя мы его расчесываем. Вроде все ок. Но он ужасно линяет. А у них котик что-то не линяет. Я не знаю с чем это связано. И как сделать так, чтобы Твиксик не линял.